Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, дорогие автолюбители Казахстана! С вами программа ПРОАВТО. И сегодня у нас на обзоре иномарочка, которая была выпущена еще в те далекие 2002 года, с немецкого автоконцерна Opel Omega 2002 года, рестайлинг с объемом в 2,6. Давайте начнем наш обзор с истории происхождения автоконцерна Opel. История уносит нас в далекие 1862 года к истокам немецкого конструктора и промышленника Адама Opel. Первоначально компания занималась производством швейных машин. Однако в 1886 году Адам Opel основал производство экипажных колес, а еще через год его предприятие освоило выпуск велосипедов. Первый автомобиль компания выпустила в 1899 году, потратив 37 лет на его разработку. Сам Адам Opel умер прежде, чем было начато автомобильное производство. Но его семья продолжала его дело. Сыновья Адама Opel поставили своей целью создание надежного и доступного для большой части населения страны автомобиля. Opel Omega 2 поколения стал последним автомобилем бизнес-класса, выпускавшимися немецкой компанией. В 2003 году производство модели было прекращено без прямого преемника. Машины этого класса фирма Opel не производит до настоящего времени. Opel Omega добротен во всем. Внушительность его создается немалыми габаритами кузова. Посмотрите, какой здесь мощный и выпирающий бампер. И куда не кинь свой взор, все кажется крупным, тяжеловесным. Складывается такое впечатление, что немцы создавали этот кар на века. Omega B, как и Omega первого поколения, не выделяется особыми изысками. Это просто большой широкий седан бизнес-класса, без претензий на спортивность или оригинальность. Биодизайн пошел на пользу Omega. По сравнению с предшественницей, очертания стали более обтекаемыми и плавными. После рестайлинга 2000 года Omega обзавелась новым капотом с V-образной продольной выштамповкой, хромированной решеткой радиатора, новыми фарами с ксеноном и новой задней светотехникой. Салон? Салон ну просто потрясающий и объемный. Сегодня нам на тест-драйв досталась одна из богатых комплектаций Opel Omega. Сейчас я сижу на заднем сидении и мне неохота садиться за баранку, так как здесь ты себя ощущаешь очень комфортно. Без спору, сидеть за рулем удобно. Водитель любого роста и комплекции без труда найдет нужное положение кресла и отрегулирует рулевую колонку. Кресла комфортные и отлично подходят для долгих путешествий. В дизайне интерьера чувствуется немецкая солидность. Круглые обводы торпеда, пухлый руль, множество кнопок на широкой центральной консоли и дисплей бортового компьютера выглядят современно, а вот дефлекторы воздуховодов и массивный козырек над щитком приборов напоминают предшественницу. Также в салоне есть электропакет, климат-контроль, круиз-контроль, фронтальные боковые, подушки безопасности, фирменная магнитола с CD-чейнджером, ГУР и АБС. Сейчас мы вышли на прямую трассу, время тест-драйва настало. До этого момента я не увидел в этой машине никакого изъяна, так как она бизнес-класса, вся такая вальяжная. Ну, сейчас мы ее проверим. Датчик курсовой устойчивости не дает машине возможности шелохнуться ни направо, ни налево. Учитывая задний привод, непогоду, она на дорогах ведет себя очень достойно. Подвеска мягкая, что не дает возможности ощутить неровности на дорогах. Тушит все кочки и ямы. Тормоза отличные, внятные, прозрачные по усилию на педали и очень эффективны. Шумоизоляция ни в чем не уступает конкурентам по классу. Двигателя практически не слышно. Лишь на высоких оборотах злой рокот мотора проникает в салон. А с поднятыми стеклами в Омеге, как в барокамере, тишина и покой. Но особо шустрить на Омеге не хочется. Ведь главное в ней это плавность и мягкость во всем. 180 лошадок под капотом нужны вовсе не для бешеного разгона, а для уверенности в любой ситуации. Запас мощности под педалью газа более чем достаточный. Ну все, в принципе, тест-драйв мы сделали. Сейчас мы едем в станцию технического обслуживания. Вот там и все начнется. Механик уже, как говорится, на профессиональном уровне расскажет нам техническую характеристику этой машины. И там поглядим. А пока мы едем в СТО, вас ждет рубрика «Советы для автолюбителей». Статья 610, часть 1. Нарушение водителями правил дорожного движения, повлекшее материальный ущерб. Сумма штрафа 20 МРП, что составляет 48100 тенге. Или лишение прав на 6 месяцев. Часть 2. Нарушение водителями правил дорожного движения, повлекшее легкий вред здоровью человека. Сумма штрафа 40 МРП, что составляет 96200 тенге. Или лишение прав на 1 год. Будьте бдительными. От нашей езды зависит погода на дорогах. Значит, у нас на обзоре немецкая иномарка Opel Omega бизнес-класса 2002 года. Сегодня мы сделали краткий обзор интерьера, экстерьера этого автомобиля. И теперь нам нужна твоя профессиональная точка зрения. Расскажи нам о моторе этого автомобиля. Двигатель здесь атмосферник, 6-цилиндровый V-образный мотор. Довольно мощный мотор. Расход топлива радует. То есть, несмотря на объем, расход топлива низкий. В основном, люди любят этот автомобиль. Те, кто ездит по трассам. Он очень хорошо себя ведет на трассах. То есть, ездовая характеристика, она складывается на основании того, что езда на трассе. То есть, он такой резвый? Да, он очень резвый, динамика хорошая. Плюс к этому, ездовые характеристики, вот именно по ходовой части, мне так кажется, что они созданы именно для трассы. А какие помимо этого мотора еще есть? У них идут двухлитровые моторы, 2,2, трехлитровые. Дизельные моторы, я точно не могу сказать. По-моему, их тоже два вида есть моторов. Мы дизелями не занимаемся. Ну, вот я сегодня эту машину расхвалил. Какие могут возникнуть, скажем, у любителя Opel Omega, какие проблемы могут возникнуть именно с этим мотором? Двигатели здесь надежные. Проблемы возникают с моторами в основном по утечке масел. То есть, у них как бы проблема, да, за счет того, что прокладки все сухие. Постоянно, часто, довольно часто весь мотор в масле. Это проблема. Это так же, как BMW. Заезжает машина, если без масла, это непорядок. То есть, в основном идут по утечкам. Ну, и, конечно, соответственно, если расход большой на машине, там уже, конечно, и капремонт двигателя. То есть, маслосъемные кольца. Каждая машина индивидуально рассматривается. Дим, ну, вот мне нравится звук данного мотора. Звук, правда, очень хороший. При пуске двигателя слышно, насколько мягко он заводится. И сейчас видно, насколько ровно он работает. То есть, при такой работе двигателя сразу видно, что свечи зажигания в порядке, топливная система в порядке, нету никаких перебоев. Также вот из недостатков этого двигателя, конечно, служат катушки зажигания. У них одна катушка зажигания работает сразу на три цилиндра. То есть, при выходе одного цилиндра из строя приходится менять всю катушку. А вот почему бывает, ты немножко вот погазовал, и в салоне машины отдает маслом, таким горелым. Маслом этот запах идет в верхней части коробки. То есть, в верхней части есть сапун. Также есть это в автоматах. В механиках через верхнюю часть также выходит запах фрикционного. Это пахнет не маслом, это пахнет фрикционным. Если запах именно горелого масла, то есть подожженного, это на коллектора с клапан и крышек попадает масло. Мне кажется, если появилась какая-то проблема, сразу заезжать в станцию технического обслуживания, да? Поменять вовремя. Ну, конечно. Чтобы потом не было никаких печальных последствий. Лечение вовремя, оно просто обходится всегда дешевле. Да, согласен. Все, с мотором разобрались. Давай теперь заглянем в подвесную часть, да? Дима, мне всегда была интересна подвеска Opel Omega. Ну, она мягкая же. Плывешь, не едешь. Подвеска так же, как и у всех машин, независимая. Однорычажная система, амортизатор. Просто за счет того, что амортизаторы мягкие, саленблоки чуть-чуть мягче, чем на тех же самых спортивных машинках. За счет этого машинка мягкая. Ну, и плюс, очень важно, профиль резины. То есть, высокий профиль, он смягчает значительно вот эти все выбоины на ямах, трещины. Класса, все курики, конечно, конечно. Ну, машинка, в принципе, процедура стандартная, все то же самое. То есть, проверяются тормозные диски на предмет износа, на предмет выработки, тормозные колодки. Также проверяются подшипники, то есть, на предыдущих машинах мы все это показывали, демонстрировали, как проверяется. Если рассматривать конкретно этот автомобиль, то есть, сейчас невооруженным взглядом видно, что очень двигатель замасленный. То есть, это говорит о том, что сейчас у нас был разговор о том, что в салоне пахнет маслом. Я сейчас, судя по визуальному осмотру двигателя, вижу, что с клапанных крышек идет утечка масла. При попадании на коллектора, которые имеют высокую температуру, масло начинает сгорать, и попадает через воздухозаборник все в салон. То есть, у тебя есть запах масла. Да, конечно. То есть, эти моменты, они все учитываются при диагностике, при осмотре. Так, ну, что еще по ходовке можно сказать? Может, проверим? По ходовке также проверяются шаровые опоры. Также осматриваются визуально амортизаторы на предмет утечки. Но я вижу, что амортизаторы уже именены. Пыльники, отбойники целые. Также проверяются стойки на стабилизаторе. То есть, видно, что тоже их поменяли. Саленблоки на рычагах тоже проверяются. Также проверяются, смотрятся сошки, рулевой механизм на предмет утечки. Здесь сразу видно, что шланги подтекают. То есть, это все нужно ремонтировать. Вот это вот и есть издержки старых автомобилей. То есть, то, что я говорил, каждая деталь имеет ресурс. На новых машинах ресурс заниженный. Это чаще происходит. То есть, ресурс намного меньше. И детали нужно менять. Ну все, в принципе, с передней части все понятно. Давай пойдем посмотрим, что там. Сзади здесь точно не балочная система, да? С самого начала возник вопрос, почему машина так хорошо себя ведет на трассе, так мягко идет, что дороги, ямки глотает. Благодаря независимой оплодъездке, благодаря тому, что многорычажная система за счет этого, конечно, гасится какие-то недостатки на дорожном покрытии. То есть, амортизаторы довольно мягкие, пружины тоже мягкие. То есть, машина создана именно для комфорта. Но в то же время она отлично себя ведет на трассе. Ну и по традиции, по 10-балльной шкале, насколько ты оцениваешь? Я бы при оценке этого автомобиля разделил бы, конечно, поставил бы две оценки. Отдельно по двигателю, отдельно по ходовой части. Двигатель имеет недостатки, как я говорил уже, по утечкам масла. Но это именно для поддержанного автомобиля. То есть, двигатель оцениваю в 7 баллов, а ходовую, ну, максимум в 8. Потому что есть тоже некоторые недоработки, некоторые моменты, которые требуют постоянного ухода. Дима, ну что, мы благодарим вас за сегодняшний обзор технический. И говорим вам только до скорых встреч. Счастливо. Опель Омега с даты своего выпуска покорил сердца многих автолюбителей. Но, тем не менее, эта машина на любителя. Вне зависимости от времени, вне зависимости, какая у вас машина, мы должны не забывать, что это всего лишь средство передвижения, которое увозит нас с точки А и довозит до точки Б. Главное, будьте осторожны на дорогах. Не нарушайте правил дорожного движения. Ну, а с вами была программа Про Авто. Ассаламу алейкум. До скорых встреч. Субтитры подогнали Симон.